итак ребята закончил регулировку клапанов сейчас занимаюсь такой вот таким вот родом вида деятельности как полирую стаканчики ребята я думаю видно вот полированный не полированный ходить намного лучше вот ребята вот такой стаканчик в общем его устанавливаем оленечка в масле смакаем короче занимаюсь сейчас двигателем ребят и все-таки думаю в какой цвет все-таки покрасить двигатель либо в черный либо блин серебристый не знаю покрасить потом чем хочу еще отполировать валы вот эти вот места вот эти вот ну конечно бы если получится все отполирую но блин я боюсь то что круг забьет вот эти вот канала потому что сюда будет попадать по стогой все таки вот наверное я полирнула только верхнюю часть рабочую кромку вот полирнула обязательно а здесь я рисковать не буду здесь вот здесь все равно зазор все равно здесь трения нету может быть она есть на минимальная без какого-либо давление а вот на кулачках на самих идет уже активное трение и давление в общем как то вот так вот полирну потом крышки распредвалов конечно бы идеально проверить бы их знаете как сейчас переворачивать не буду их потому что выпадут болтики идеальным конечно проверить было без клапанов но вот я имеют без стаканчиков и просто закрутить распредвалы и проверить набиение то есть на люфт если чуть-чуть люфт есть то берется наждачная бумага так номер где-то в 800 номер мы ее положили на стеклышко и постели вот снимаем здесь направляющие и вот так вот чуть-чуть шлифуем потом устанавливаем и проверяем но это делается для того чтобы во первых снизить шум и когда уже слишком они ушатные когда давление масла уже слишком плохое или когда вот такие вот задиры слишком большие цель полировки шлифовки в верней крышек распредвалов это чуть-чуть поджать их понимаете что чуть поджать тем самым лучше улучшится давление масла распредвалы у меня в норме все ништяк никаких задиров никаких вообще заусенцев и так далее ничего подобного нету крышечка вот это вот особенно бывает носится часто боковая когда перетягивают цепь но здесь у меня тоже ничего нет здесь все норме потом ребята что могу еще сказать то что у меня сейчас такая загвозочка я жду новую цепь грэм вот эту цепь я буду менять я сниму отдельный короткий ролик как проверить цепь грэм скоро мы ребята вот этот ролик увидим как проверить цепь грэм прямо на мотоцикле то есть не снимая ее мы вот это вот увидим когда мне придет новая цепочка